все всем привет и мы с вами наконец-то оказались где правильно нет не там где ты подумал мальчик нет не там мы оказались там где мечтает оказаться наверное каждый так скажем человек который прожил в городе без пробок мы оказались хорошие классно пробки что это значит это значит сегодня в городе сочи финишный такой наступил финишный момент когда здесь будут проходить шествия всех тех участников да вот уже даже пригородили которые у нас выступали на международном фестивале непонятно как называется в общем пели здесь всегда целую неделю были китайцы и японцы и европейцы все кому не лень приехали в город сочи они здесь ходили фотографировались скажу даже больше даже одни негритяночки решили со мной фотографироваться и я себя ощущал в роли обезьянки ну ничего страшного да им виднее теперь мы сейчас с вами едем до так скажем виноградки у нас весь проспект получается перегородили и поэтому сейчас очень такое тяжелое у нас движение я боюсь что если я сейчас за три минуты не успею проехать то я здесь останусь с ночевкой тогда предоставим вам на пешком пойти к себе домой что еще такого интересного вам рассказать про сегодняшний день нас температура наконец-то немножко устаканилась как говорится упал температура на 3 градуса но за счет того что нету солнышка но солнышко спрятано за тучки погода просто супер погода комфортная у меня даже было желание сегодня с лаз сочи спуститься до пляжа пешком по просьбе если не ошибаюсь игоря но потом вспомнил что еще очень много дел поэтому отложил это мероприятие на завтра итак давайте посмотрим с вами ну знак инвалида есть как инвалид но это нормально да как бы должен соответствовать давайте поговорим про классную тему что значит у нас классная тема тема обалденная которая называется у нас инвалиды так скажем лже инвалиды с наклейками что они якобы инвалиды я могу сказать что у нас уже инвалиды именно с наклейками именно вот видите как у себя молодые парни но у них значок инвалид да ну реально видно что инвалиды да вот они уже видно да чтобы вот такие немощные так вот как бы не пристегнутые окошко валяются сейчас девочкам какой-то не вырекнули нелестный комплимент в общем гаишники нам подсказывают что нам быстрее ехать и мы поедем с вами по виноградке гаишник нам быстрее провожает за что я вам говорю спасибо и кстати вот как бы я в прошлом ролике вам говорил что гаишники здесь такие ну пытается развести еще на что-нибудь но я могу сказать они пытаются заниматься разводами свободные от работы время это хобби а на самом деле здесь они молодцы стоят почти на каждом пешеходном переходе помогает разгрузить улицы посмотрите сколько здесь народу уже собирается на парад да очень много собирается девочку в поедену уже сбить потому что она переходит место в неположенном месте и эту бабушку тоже надо сбить ну да ладно до пешеходного перехода здесь идти прям буквально четыре метра и спуститься вниз мы сейчас с вами едем по виноградной улице вдоль парка ривера посмотрите как здесь красиво и как здесь классно я считаю здесь просто супер просто обалденно и сейчас нам нужно прорваться быстрее с этого ищать и ада гаишники стоят регулируют молодцы классно они то все делают пропустили mercedes по блату а там красивая девочка я бы тоже пропустил в общем я их пропускаю пускай проедут ничего плохого нету здесь я культурно очень поэтому о на автобусе немножко не развернулся на автобусе немножко не развернулся и мы с вами сейчас все таки проедем я думаю что с нас гаишник пускает непонятно как он тормозит все мы начинаем ехать с вами очень много пропустил народу начинаем ехать вот видите как бы у нас девушки выезжают они считают что они правы что их нужно пропускать поэтому я уже вам как-то говорил я здесь даже будучи находясь на главной улице когда еду все равно перед каждой перегрузкой притормажив потому что местные считают что если они как бы в твою сторону не смотрят да если они отвернулись значит они не имеют преимущество в египте все наоборот вот золотая у нас иномарочка это в египте считают кто первый посигналил тот и прав а здесь кто первый высунулся тот и прав поэтому как бы для приезжих рекомендую здесь ездить очень аккуратно здесь понятия правил дорожного движения в городе Сочи не существует здесь существуют понятия местные которые считают что они здесь ферзи и боги на дороге и они просто высовываются всегда в наглую беспардонную и считают что их должны пропускать и чаще всего по аварии по номерам происходит именно местный он идет не прав всегда сто процентов и не местный который едет спокойно по главной дороге не мешается и соответственно конечно берет и наезжает ну еще здесь таксисты тоже ну таксистам я стараюсь уступать потому что как бы таксистская тема мне близка понимая что они многих у нас берут и развозят поэтому это нормально но все таки местных я немножко осуждаю за это поведение хотя мне кто-то там в комментариях говорил побольше таких водителей и меньше было аварий но на самом деле аварий случается именно из-за того что один нагло едет думает что он пропустил а другой считает себя правым он едет и может быть даже как бы он просто не живет под подвох когда он едет по главной дороге и кто-нибудь раз рядышком и просто нагло вылазит ну в принципе я уже здесь привык но когда со мной находится в машине мой папа он до сих пор не знает да вот как бы нормально пешеход он идет на пешеход на переходу и разговаривает по громкой связи но при этом все равно он ничего не видит как бы еще один миф развею многие считают что если он наступил ну пешеход особенно если они наступили на пешеходную дорожку то они становятся бессмертные я могу сказать что это миф все мы смертные в том числе и я и поэтому если как бы наступить и забить на все да и просто сделать вид что если ты машину не видишь значит и как бы тебя не видят ну видят и все ну такая штука не проканает здесь нужно быть бодителем потому что здесь в большинстве случаев водителя пропущают девочек потому что они потому что и так им тяжело дается что они на ней едут но видите это местные если было бы не местные они обязательно моргнули да аварийкой в знак благодарности но здесь это местные у местных это не принято у них принято просто я именно про автомобилистов я не говорю вам про другую касту людей я вам говорю именно про автомобилистов особенно девушки они конечно глаза закрывают едут поэтому как бы очень много аварий с их участием если не верите можете открыть сочинский портал и посадить все аварии и там в основном 99 процентах будет замешано именно девушки поэтому как бы я стараюсь пропускать как бы по принципу дай дураку дорогу никого не хотел вызывать но я именно живу по такому принципу даже когда у меня папа спрашивает ты что уступаешь ты же так главное ну здесь так вот не уступишь будет авария вот такая штука сам я когда выезжаю со второстепенной я стараюсь не грубить грубость это в том что я там не еду там как бы как бы просто по беспределу я все равно отстаю хотя бы там минут 10 там ой минут 10 минут полторы потом уже начинаю потихонечку вклиниваться в свой ряд я считаю что так именно и должно быть стараюсь многих не пропускать так скажем местных которые которые едут в наглое которые даже даже не остановились перед перекрёстом которые как ехали например на третьей степенной на главной так и едут я как бы таким дорогу не даю принципиально потому что как бы правила дорожного движения они на то и правил что их нужно соблюдать вот это у нас улица Виноградная да вроде доработает немного ой до дома у меня уже с работы немного но как бы вот так вот приходится ползти посмотрите какая красивая церковь стоит да она старенькая просто отреставрировали классная церковь вот тоже здесь едет на шкоде высовывается и вот здесь целый танк помашин стоит и он как бы считает что он самый правильный что он должен высунуться и все и ничего не остается как нужно уступить еще раз повторюсь но это в основном все с местными номерами не с местными номерами довольно таки тактично себя нормально на дороге культурно ведут ну и теперь все таки мы сейчас небольшая тоже экскурсия здесь у нас уже мы доехали до Виноградной 20 да вот смотрите что здесь проходит мероприятие не получилось не увеличить ну в общем здесь проходит мероприятие это вот девятые хоровые семерные игры у меня патрическая песня с города Орска про такси ГОСТ в общем хоть что-то должно быть с города Орска остаться помимо номеров и вот мы едем, 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 едем еще чуть-чуть и мы все-таки доедем дорога получается у меня заняла 15 минут и сейчас я вам еще покажу одну штуку для тех кто выбирает центр города особенно выбирает район Новый Сочи я покажу что у нас происходит на дороге конечно вдоль дорог чтобы у вас было понимание почему я не люблю этот район в котором я сейчас живу сейчас мы с вами посмотрим вместе прям секунду 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 доедем я вам покажу ну да вот как бы единственный минус да как вы заметили дорога вроде узкая не дай бог какая-то авария то уже все пробка будет страшная это раз второе конечно припарковаться нигде нельзя но зато для пешеходов просто рай посмотрите какие классные дороги просто обалденно для пешеходов здесь просто рай здесь я даже бегал прикольно тоже бегать очень много здесь сейчас туристов конечно больше всего туристов это в Адвере это просто жесть там в принципе регулировочкой не ставить можно проставить неделю уступая дорогу пешеходам наверное во всем виду да очень много зелени все красиво все классно и в целом даже дорога даже с небольшими такими пробками она не такая напряжная она не такая некомфортная как кажется да вот мы уже с левой стороны видим у нас Нева да где прошел вот и Вдова и мы сейчас там на Неве мы с вами будем перестраиваться налево и уйдем в сторону и уйдем в сторону санатория Русь там же санаторий находится Беларусь и этот же является районом так скажем район получается Нового Сочи сейчас мы с вами посмотрели на машину которые движения только налево соответственно едут вклиниваются но я обычно таких вот шумахеров обычно не пускаю принципиально потому что во-первых вот тоже вот разворот да вы видите через две сплошные линии в данном случае через островов безопасности конечно так себе позволяют везти только дамы у которых сзади значок в машине ребенок и соответственно конечно местные мира поэтому можно ездить через сплошные линии но я обычно как бы на месте той же самой дамы с таким же значком я бы дорогу не уступал но это я укажу свои принципы укажу свои амбиции и они у меня тоже имеются в целом почти доехали не знаю почему такая пробка здесь обычно пробки такой нету все равно экскурсию все-таки до конца довезу да да дорогу именно с морского порта до бамбуковой улицы это район Новый Сочи мы сейчас в принципе уйдем налево налево сейчас уйдем и наконец-то мы вырезаемся с этой ужасной пробки вот здесь так вот приезжаем автобус думает что он на танке он спросил ну это девочка с Москвы она поэтому ему уступать дорогу не стала ха-ха он еще и видел как он показал ну блин ну бывает что же сделаешь ну нет в какой бы ситуации я вступил бы я понимаю как сложно ехать на автобусе ну как вы сами понимаете да мне особо никто не вступает ну может у меня номера потому что не местные еще и проклятые ну вот видите с этой стороны у нас получается бегут девочки я им не завидую я понимаю как тяжело бежать а это у нас мама и не мама и мы сейчас с вами едем по дороге которая ведет у нас в президенции нашего президента Путина это направо пляж-альботрос налево здесь направо и вот если посмотрим с левой стороны то здесь у нас находится находится у нас если не ошибаюсь восточенский государственный университет восточенский государственный университет сейчас секундочку Я скинул и сейчас я звоню клиенту, ну в принципе почти доехали, бесит меня вот эти вот непонятные автомобилисты, которые вот так вот оставляют свои машины, понимают, что тяжело разъехаться, они думают, что если включили аварийку, то значит они могут парковаться где угодно, как угодно и забывают элементарно, что надо еще поставить как видим узла. Теперь тут домик, смотрите, домик, хороший такой домик, 28 квадратных метров, стоит у нас 20 миллионов, кто хочет купить, обращайтесь себе, продам. И в принципе вот мы доехали до санатория Русь, ну и тут осталось уже на санатории Русь буквально осталось там 5 минут, и все, и даже не 5, даже 3 минутки, и мы будем вместе. Кстати, самый курящий в городе Сочи это девушки, при том страшные девушки, может поэтому они и курят, ну типа каждый из них так худеет все, то у меня папа тоже заметил, что самая курящая реснация это девушки. Я девушек курящих не люблю, рекомендую вам бросать курить, даже если вы чертовски красивая. Вон, есть ли вы лучше мороженое. Это у нас тройка Русь, и сейчас, секундочку, сейчас перезвоню, ну в принципе мы уже почти приехали. Русь, и сейчас, секундочку, сейчас, секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok